По поручению губернатора области, каждый район ежегодно должен благоустраивать 10% своих дворовых территорий. Детская площадка у дома 34А на улице Маршала Жукова как раз вошла в это число. Причем в нашем муниципалитете задание области даже перевыполняется. В нашем районе эта цифра составляет 48 дворов, что почти 15% от общего количества. Благоустройство производим комплексно и проверяем освещение, и парковки, и озеленение. А также занимаемся благоустройством детских площадок, детских городков. Здесь вы видите, как мы поменяли на старой площадке резиновое покрытие, теперь оно безопасное. Установили 8 новых форм для детей, для игры, для развития. Жители довольны тем, что при установке площадки с ними советовались. Учитывали замечания и пожелания. Именно это в первую очередь интересует экспертов Общероссийского народного фронта. Мне лично дали план. Мы этот план согласовали не только с нашим домом, нашим домом 34А и с 34-м. Хотели эту площадку строить там, между Жуково и Неделина. Но решили здесь. Здесь уютно, видите, от ветра, от всего. Там машины, там шум. У меня 8 внуков. Я бабушка богатая. Последних 2 девочки, двойняшки. Они вот приезжают в гости, тоже были на этой площадке. Баба говорит, классно. Классно. Но если уже ребят, а дети так говорят, значит, это уже хорошо. Мне понравилось. Все ярко, качественно. Резиновое покрытие. Ребенок бегает, все исследует. Ему нравится. Конечно, поговорили и о недостатках. Найти их на этой детской площадке было, прямо скажем, непросто. Но на то представители Общероссийского народного фронта и считаются экспертами, работающими в рамках проекта «Центр мониторинга благоустройства городской среды». Сейчас самая горячая пора, потому что большинство дворов уже сданы. Либо подходят уже работы к завершению, либо вот-вот будут сделаны. Потому что правительство области обещает, что до ноября все благоустройство будет везде реализовано и сделано. И мы, соответственно, практически ежедневно выезжаем в муниципалитеты, контролируем дворы, как идет благоустройство, все ли выполнено. Нарекание вызвало слабое освещение, фонари развернуты от площадки, маленькая песочница и выцветшие рисунки на ограждении. Недостатки небольшие и легко устранимые. В течение двух недель вместе с жителями мы еще раз все это обсудим. Точно определим, что необходимо сделать и как необходимо сделать, что еще добавить, песочницу, возможно. И за две-три недели доведем эту работу до конца. Хочу выразить слава и благодарность Всероссийскому народному фронту за помощь в работе с жителями, за такую коммуникацию и за поддержку этой программы и, соответственно, совместной реализации. Помимо детской площадки, глава района вместе с жителями и представителями ОНФ осмотрели всю прилегающую к дому территорию. Состоянием благоустройства и организацией парковочного пространства эксперты остались довольны. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.